МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Рамки закона. В студии ведущий Алексей Круглин и наш госправозащитник перед рук Руслана. Здравствуйте, Руслана. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о семейном законодательстве. Руслана расскажет о том, какие поправки были внесены в Семейный кодекс РФ и как они влияют на жизнь простых обывателей. Сегодня я хотела бы рассказать о тех двух поправках, которые были внесены в Семейный кодекс в прошлом году. Одна из которых имеет большое практическое значение для наших граждан, особенно для тех родителей, с кем остались проживать дети после расторжения брака и которые вынуждены снимать жилое помещение либо самостоятельно оплачивать ипотеку. Наше российское семейное законодательство наиболее устойчивое. За последние 25 лет в него вносились изменения чуть более 10 раз. Соответственно, к 2021 году возникла необходимость приведения в соответствие нашего законодательства семейного с нынешними реалиями. В частности, 1 января 2020 года вступили в силу поправки в Семейный кодекс, а также в Федеральный закон о Государственном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей. Законодатели создали реестр недобросовестных опекунов, попечителей и лиц, лишенных родительских прав. Теперь суд, который вынес решение в отношении лиц, лишенных родительских прав, было отменено усыновление, было ограничены права, должен в течение трех дней с момента вступления решения в законную силу передать такие сведения, выписку из решения суда органы местной опеки и попечительства, также в ЗАГС, либо в МВЦ. Соответственно, сотрудники местного органа опеки и попечительства также должны в течение трех дней передать такие сведения в Федеральный региональный реестр данных банка таких детей для того, чтобы эти сведения были внесены и в будущем таким родителям, которые были лишены родительских прав и недобросовестным опекунам, не давали больше детей на воспитание. Ну и также таким гражданам запрещено получать сведения в отношении таких детей. Вы как правозащитник, как юрист, как оцениваете вообще вот эти поправки, они на что направлены? Они направлены на защиту интересов детей в первую очередь, на их защиту, на отстаивание их интересов и прав, для того, чтобы такие нерадивые родители впредь больше не имели возможности брать на воспитание детей. Была единая база этих нерадивых родителей. Да, для того, чтобы федеральная, региональная база, они будут иметь место и, соответственно, такие сведения будут доступны соответствующим органам, которые дают разрешение на то, чтобы брали детей под опеку. Понятно. Тогда переходим аккуратно ко второй поправке. Я напомню нашим телезрителям о том, что сегодня мы беседуем с Русланой по поводу внесения изменений в семейное законодательство. И в первую очередь говорим о защите детей от недобросовестных родителей, опекунов и так далее. Тех людей, которые могут как-то негативно повлиять на непосредственно несовершеннолетних. Вторая поправка, на которую я хотела бы больше обратить внимание и которая наиболее актуальна и имеет наиболее практическое значение, она внесена в семейный кодекс 17 февраля прошлого года. Это дополнения, которые были внесены в статью 86 семейного кодекса, в которой говорится, что каждый из родителей может быть привлечен на основании решения суда к несению дополнительных расходов в случае исключительных обстоятельств. И такие дополнительные расходы не входят в состав обычных алиментов. Ранее к таким обстоятельствам в основном относили тяжелую болезнь, увечья несовершеннолетних либо совершеннолетних нетрудоспособных нуждающихся детей, которые нуждаются в уходе дополнительном, либо в каком-то дополнительном лечении. И поправками к таким исключительным обстоятельствам также отнесли отсутствие вот таких детей, пригодного для проживания жилого помещения. Например, если после развода мама осталась проживать совместно со своим ребенком в съемной квартире, либо у нее квартира взята в ипотеку и ей тяжело нести бремя платежей по этому ипотечному кредиту, она вправе обратиться в суд для того, чтобы требовать от отца ребенка, алиментно обязанного родителя, части несения таких расходов. Это дополнительные к алиментам расходы второго родителя. Взыскиваются они ежемесячно в твердой денежной сумме, не в процентах от дохода. Исходя их, соответственно, обязательно. Суд учитывает материальное и семейное положение родителей, как первого, так и второго родителя. Я хочу сказать, что суд и сегодня при наличии достаточных оснований всегда может прийти к выводу о необходимости взыскания в пользу ребенка каких-либо экстренных расходов, которые понесла мама, либо родитель, с которым остался проживать ребенок. Например, это может быть какой-то переезд, приобретение мебели. Но опять-таки переезд не связаны с тем, что мама не хочет жить в этом городе, а хочет жить в другом городе. А, соответственно, когда это исключительное обстоятельство, и когда суд приходит к выводу, что такой переезд был вызван, например, рекомендациями врачей. Изменить место жительства. И хочу еще обратить внимание телезрителей на то, что дополнительные расходы могут быть взысканы судом со второго алиментно обязанного родителя не в обязательном порядке. Только тогда, когда в этом есть действительно какая-то необходимость. И эта необходимость подтверждается доказательствами определенными и определяется судом, исходя из конкретных таких доказательств и обстоятельств. То есть это оценочная категория? Однозначно. Это оценочная категория на усмотрение суда. Тут усмотрение суда допускается, поощряется. Конечно же, суд самостоятельно, с учетом, соответственно, тех доказательств, общих фактов, фактических обстоятельств, суд приходит к тому, либо к иному выводу. Но по вопросу, например, дополнительных расходов на оплату съемной квартиры, либо на оплату какой-то части ипотеки, судебная практика только в начале пути. В какой суд необходимо обращаться за взысканием дополнительных платежей на жилое помещение? В районный суд необходимо обращаться. В мировой суд мы можем обратиться о взыскании алиментов на содержание ребенка в установленном законном порядке. Это мы просим суд выдать судебный приказ о взыскании алиментов, где на одного ребенка одна четверть, на двух детей 33% одна треть, и на трех и более детей 50% от заработка и иного дохода. В районный суд у нас может быть как по месту жительства ответчика, так и по месту жительства истца. В какой по месту жительства ответчика или истца обращаться? В отношении исков о взыскании алиментов предусмотрена альтернативная подсудность. То есть истец может обратиться в районный суд как по месту своего жительства, так и по месту жительства нерадивого родителя. Теперь такой вопрос. Смотрите, многие дети, можно даже когда-то говорить, в каких-то районах, городах, большинство детей посещают сексы, кружки и так далее. Это дополнительные расходы или это все входит в понятие содержания ребенка и должно оплачивать за алименты? Учитывая исключительность обстоятельств, которые предусмотрены 86-й статьей Семейного кодекса, с которым закон связывает непосредственно возможность взыскания таких дополнительных расходов на ребенка, предполагается, что посещение кружков, репетиторов, каких-то секций это обусловлено волеизъявлением того родителя, с кем проживает ребенок. И, соответственно, не может быть отнесено к тем исключительным обстоятельствам. Но хочу сказать но, что в случае, если посещение такой секции рекомендовано по состоянию здоровья, и это будет опять-таки оценочная категория, если это рекомендовано, и если есть доказательства, что врач рекомендовал посещение бассейна либо танцы, то да, суд рассмотрит все обстоятельства и, возможно, взыщет как дополнительные расходы. Мне интересно сразу же из этого следующий вопрос. Ну, хорошо, это как дополнительные расходы. А какая сумма? Суд учитывает, конечно же, все обстоятельства дела, материальное положение сторон, необходимость, исключительность такого обстоятельства. Я полагаю, что это будет 50 на 50, потому что бремя содержания детей лежит на родителях. И, соответственно, в равных долях, у них равные права и равные обязанности. Поэтому я полагаю, что это будет напополам. Смотрите, вот есть там, например, секция, да? Я почему-то зацепился за этот вопрос, потому что очень важно. Секция оплата осуществляется по договору. То есть стоимость будет браться из договора, который заключен? Да, значит, будет, я так полагаю, что за какой-то период, если мы будем говорить о том, что эта сумма меняется в течение месяца, то сначала мама оплачивает, потом взыскивает половину стоимости. Если это на год, например, договор заключается, то, соответственно, сумма ежемесячная в твердой денежной сумме напополам. Но, соответственно, родитель всегда может второй, который оплачивал, потом попросить у второй половины доказательства того, что ребенок все-таки посещает эту секцию и оплата производилась. Да, потому что мало ли, какие бывают злоупотребления. Они, конечно, тоже могут быть, но они будут пресекаться судом. Вот это очень важно услышать было от вас. Теперь возвращаемся к оплате жилья, на аренду жилья. Каков порядок вообще взыскания расходов на оплату жилья? Само по себе отсутствие пригодного для постоянного места жительства жилого помещения, вот само собой это обстоятельство, оно и отнесено к исключительным обстоятельствам, при наличии которых родители могут быть привлечены к участию в внесении дополнительных расходов. Вот смотрите, если, например, истец обращается в суд с заявлением о взыскании алиментов в твердой сумме и в эту сумму алиментов уже включил дополнительные расходы на аренду жилья. Как правильно поступать из суд? Есть ли необходимость уточнять исковые требования в судебном заседании и делить, например, отдельно алименты на какие-то расходы, общее содержание ребенка, да? А второе это конкретно уже на аренду жилья. Я бы рекомендовала изначально в исковом заявлении разграничить требования на взыскании алиментов, как вы сказали в твердой там денежной сумме, либо в долевой твердой и требования о взыскании дополнительных расходов на оплату части ипотеки платежа, либо на оплату аренды квартиры. Изначально каждое требование должно быть обосновано, подтверждено определенными, в том числе письменными доказательствами и, соответственно, каждому доказательству судом будет дана надлежащая оценка в совокупности. Вы опытный юрист, часто вы участвуете в процессах, связанных в том числе с семейным законодательством. И вот с точки зрения суда, вы сейчас сказали, да, лучше разделить требования и обосновывать каждое по-своему, да? С точки зрения суда, как удобнее суду рассматривать? Вот ваше субъективное мнение? Конечно, когда каждое требование четко указано, каждое требование обосновано и подтверждено соответствующими доказательствами. Это правильно изначально для всех, для того, чтобы потом в судебном процессе не уточняться, потому что суд выносит решение по заявленным требованиям. То есть проще так для всех? Это правильно. Для всех сторон, я так понимаю. Да, это правильно для всех сторон. А какие есть основания для взыскания алиментов в твердой денежной сумме? Если между родителями не заключено соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, и если такой родитель не получает заработную плату регулярно, получает ее либо нерегулярно, либо это заработок меняющийся, либо вообще не получает заработную плату, либо получает заработную плату в натуральном каком-то выражении, либо в иностранной валюте, либо когда невозможно, либо затруднительно взыскать алименты в долевом отношении, суд тогда выносит решение о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, либо вправе определить размер алиментов как в твердой денежной сумме, так и в долевом отношении. И размер твердой денежной суммы, соответственно, определяется судом, исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня жизни, но всегда учитывается материальная возможность каждого из родителей, в том числе родителей, на которого будет возлагаться такое обязательство. Так а вот все-таки где больше защита прав ребенка, когда взыскиваются алименты с какой-то процентной ставки от заработка, либо все-таки когда твердая денежная сумма? В каждом конкретном случае очень индивидуально. Это сложное оценочное видение, потому как у кого-то зарплата достаточно высокая, 300 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, даже 50 тысяч рублей, а у кого-то зарплата меняется, может быть 100, а потом может быть 20, а потом может быть нисколько. Но это все так относительно, конечно, зарплаты такие, сказала, виртуально. Мы не только в Мурманске живем, я говорю об общем, так скажем, по стране, поэтому в каждом случае это индивидуально. В каком-то случае, наверное, выгоднее твердую просить алименты в твердой денежной сумме, а в каком-то случае просить можно и в долевом отношении. Но когда большую заработную плату получает родитель, он вправе обратиться в суд с ходатайством о том, что алименты в размере минимально прожиточного минимума будут перечисляться на счет родителя для несовершеннолетнего, а оставшуюся сумму он может перечислять на расчетный счет, открытый на этого ребенка, для того, чтобы эти деньги копились. Это не означает, что они неприкосновенные. Соответственно, согласие органа опеки и попечительства под определенные расходы мама или папа, в зависимости у кого ребенок, может располагать с такой возможностью и снимать эти деньги под что-то. Под отпуск, под путевку, под приобретение какого-то крупного фортепиана, например, или гитары. Мне кажется, тогда и защищаются наиболее права ребенка. Не всегда, потому что инфляционные процессы у нас все-таки в стране существуют, и деньги могут обезвечиваться. Я имею в виду, когда открывается счет, минимальная идет оплата туда. Тоже сложно сказать. Да, потому что многие сейчас мамы, они, конечно, бы возмутились этому, потому как ребенок требует ежедневных трат. Мама, дай 500 рублей, мама, дай тысячу. Мы же не можем ограничить ребенка не пойти в кино лишний раз, не съесть мороженого, не зайти в магазин. И, знаешь, нужно попросить орган опеки и попечительства, чтобы купить эту книжечку. Условно. Поэтому, с одной стороны, наверное, это да, вы говорите, да, мы так защищаем, деньги копятся, и ребенок в 18 лет получает какую-то сумму. А, с другой стороны, в быту мы тратим все-таки на детей. Если это сознательные родители, так скажем, не асоциальные родители, то, конечно же, каждая мама тратит на своего ребенка. Она не идет, не покупает себе помаду, не идет в ресторан. Она старается купить своему ребенку то, что он просит, то, что ему необходимо. Мне кажется, когда сознательные родители, вообще не возникает такого рода споров, то они уверены друг в друге, если честно. Ну, это мое мнение, честно. Да, да, но в большей степени бывает так, что родители детьми выясняют свои собственные амбиции и отношения. Ну, к сожалению. К сожалению. Ну, вот теперь вопрос такой. С какой даты можно взыскивать расходы на аренду жилья? То есть, есть ли это обычные нормы, которые предусматривают взыскание алиментов, или какой-то иной порядок? Дата именно. Ну, вот из анализа внесенных изменений 86-го семейного кодекса статью, я хочу сказать, что законодатель не ввел какую-то новую норму закона. Он всего лишь расширил этот перечень, эти разъяснения дал в части возможных исключительных обстоятельств, позволяющих взыскать дополнительные расходы, в том числе на аренду и на платежи по ипотеке. И перечень вот этих обстоятельств, он ведь не был ограничен, и ранее не был ограничен. Поэтому взыскивать расходы на аренду жилого помещения в случае отсутствия у ребенка такового, да, не исключалось ранее. Поэтому период их взыскания может быть ограничен, не может быть ограничен вот этой вот датой, так скажем, внесения поправки. Однако, если мы будем учитывать положение семейного кодекса, касающееся применения, статья 4, применения гражданского законодательства к семейным отношениям, и статья 9, это применение исковой давности в семейных отношениях, а также отсутствие уже четко сложившейся судебной практики, каких-либо разъяснений Верховного суда в этой части конкретной, да, и то, что дополнительные расходы вот эти вот являются разновидностью алиментного обязательства, да, представляется, что взыскание таких расходов возможно ограничить трехлетним сроком, но с учетом части 2 статьи 107 семейного кодекса. Что это означает, часть 2 статьи 107 семейного кодекса? Это означает, что алименты присуждаются с момента обращения за таковыми. Но при этом алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если судом установлено, что до обращения в суд применялись меры к взысканию таких алиментов, они не были получены ввиду уклонения лица обязанного уплачивать алименты от оплаты таких алиментов, от таких платежей. То есть мы говорим о том, что надо принять меры для получения этих компенсаций, этих расходов, так скажем? Да. Это первое, что необходимо. Я хочу сказать, что многие граждане говорят, я звонил, я спрашивал. Не звонил, не спрашивал, к материалам дела не пришлешь. То есть если вы хотите получить какой-то результат, вы должны письменно писать, уважаемый Иван Иванович, обращаясь к своему бывшему Сукругу. Мы вынуждены, ввиду отсутствия, как ты знаешь, постоянного пригодного жилого помещения, снимать квартиру по такому-то адресу. Съем квартиры стоит 20 тысяч рублей. Пожалуйста, если у тебя есть такая возможность, дай знать. И вот мой счет, хотя бы половину денег, либо сколько можешь, перечисляй. И отправить обязательно с заказным письмом, с уведомлением. Обязательно. Второй экземпляр оставить у себя. Прикрепить к второму экземпляру квитанцию, что вы отправили. И получить уведомление обратно. И тоже прикрепить. Это будет доказательство в суде того, что уже мама обращалась к папе за помощью. Или папа к маме за помощью. Тут уже какая ситуация. Понятно. Следующий вопрос, он связан с тем, что похожа очень природа дополнительных расходов на аренду жилья с алиментами. Так вот, совпадают ли здесь позиции законодателя относительно того, что алименты возможно индексировать? Можно ли индексировать расходы на аренду жилья? Применение механизма индексации к алиментам в твердой денежной сумме, например, преследует цель компенсировать в определенной мере инфляционные процессы в стране. А в свою очередь, когда мы взыскиваем дополнительные расходы на оплату жилья в целях обеспечения ребенка жилым помещением, это призвано на компенсацию расходов одного из родителей, дополнительных затрат, которые несет этот родитель, который проживает с ребенком. Таким образом, несмотря на то, что дополнительные расходы являются по своей природе правовой разновидностью алиментов, распространение на них общих положений об алиментах в части возможности индексировать в соответствии со статьей 117 Семейного кодекса, я полагаю, представляется необоснованным. Хорошо. Это понятно, почему? Потому что все-таки есть конкретная твердая сумма, которая подлежит компенсации. И я думаю, нашим телезрителям тоже понятно, что алименты – это то, что требует на содержание ребенка. Естественно, что когда цены растут, то тогда алименты должны индексироваться. Расходы на жилье имеют все-таки выражение более твердое. Вот конкретный договор, например, аренды жилого помещения. И, исходя из этого договора конкретного, в котором уже есть сумма, и она не индексируется, то исходя из этого исчисляется тот объем денежных средств, который должен поступить от одного родителя к другому. Итак, у меня вопрос последний. Какие доказательства должна представить сторона для подтверждения расходов на аренду жилья? Юридически значимым обстоятельством в данном случае является сам факт проживания ребенка в съемной квартире. Договор аренды. Неважно, зарегистрирован он в Росреестре, не зарегистрирован он. Сам факт проживания – договор аренды, но не злоупотреблять. Потому что в случае, если мамочка заявит какое-то безумное количество денег, которое она платит за квартиру, суд будет иметь право затребовать какие-то другие доказательства, подтвердить указанную сумму. Поэтому, пожалуйста, не злоупотребляйте данной возможностью. Спасибо, Руслана. Очень интересная информация была сегодня от вас получена. Уважаемые телезрители, я всегда говорю о том, что надеюсь, что вы не попадете в ситуацию, когда вам придется разбираться с законом. Но если вы все-таки имеете спор по детям, по проживанию там или там, или по алиментам, то все эти споры будут проходить исключительно в рамках закона. И до встречи в нашей программе в следующий вторник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова